На вид обычный барсик из соседнего подъезда, но в реальной жизни это великолепный охотник и настоящая гроза для змей. Образцовый мастер маскировки и конспирации. Перед вами самый маленький представитель семейства кошачьих в дикой природе – барханный или песчаный кот. Если вы услышите название барханного кота на латыни, то подумайте, что речь идет о каком-то цветке – фелис-маргарита. Так звучит название вида. А дали его в честь первооткрывателя животного французского генерала-исследователя Жана-Авгюста Маргарите, который в 1858 году обнаружил в пустыне Сахара, на границе Алжира и Ливии, потрясающей красоты дикую кошку. Ареал обитания – Северная Африка, Аравийский полуостров, Средняя Азия и Казахстан, Иран, Пакистан. Барханный кот обитает исключительно в пустынных районах. Природа удивительным образом снабдила это животное всеми необходимыми инструментами для экстремального выживания в адских пустошах с самым суровым климатом. Небольшое туловище весом от двух до трех с половиной килограмм. В холке не выше 30 сантиметров. А в длину от носа до кончика пушистого хвоста до 90 сантиметров. Ноги короткие, но сильные. Подушечки лап покрыты густым мехом, исключающим прямой контакт кожи с раскаленным песком и помогая заметать следы. Их действительно практически не остается. Голова приплюснута с широкой мордочкой и большими низкопосаженными ушами. Сами уши, помимо основной функции, слышать даже самые слабые звуки. Выполняет еще роль своеобразного радиатора в организме кошки, через сеть кровеносных сосудов охлаждая ее кровь. Барханный кот ведет в основном ночной образ жизни, пережидая жару в норах глубиной до полутора метров. Густая шерсть спасает кота и от палящего зноя, и от низких ночных и зимних температур. Ввиду ограниченности пищевого рациона, животное не брезгует никакой живностью. Ест все, что движется. От насекомых до небольших зайцев и птиц. Удивительно, но барханный кот практически не пьет воду в чистом виде. Так как в условиях пустыни добыть влагу очень сложно. Он извлекает ее из плоти своих жертв. Благо в искусстве охоты среди хищников пустыни барханному коту практически нет равных. Расправившись со своей жертвой, кот не будет тащить ее в свое укрытие, тратя при этом большое количество сил и энергии. А зароет останки там же, чтобы вернуться к ним в случае острой необходимости. Он крайне осмотрителен и осторожен. Перед выходом из норы, животное наблюдает за тем, что происходит снаружи минут 20-30, изучая обстановку на предмет выявления возможных опасностей или наличия легкой добычи рядом. Точно такой же ритуал кот проводит и перед возвращением в свою нору. Вы можете пройти мимо, едва не наступив на животное, даже не заметив его. Покровительственный песчанопегий окрас и способность замирать как вкопанный надежно скроют кота среди песков и барханов. Как и большинство представителей семейства кошачьих, барханный кот тоже охотник-одиночка. В пары кошки соединяются только в период спаривания для воспроизводства потомства. И здесь открывается еще один удивительный и странный для кошек талант. Самцы, призывая самок, издают звуки, похожие на собачий лай. Можете вы себе представить, чтобы какой-нибудь домашний мурзик вдруг взял и залаял как шарик из соседнего двора? После спаривания беременность самок длится около 60 дней. После чего на свет появляется от двух до пяти котят. Бывали случаи и до восьми. К четырем месяцам котята способны охотиться самостоятельно, а после года уходят от матери и обживают свои отдельные охотничьи угодья. Главные естественные враги барханной кошки – крупные пернаты и шакалы. Неопытный молодняк часто гибнет и от укусов ядовитых змей. Чего не скажешь о опытных охотниках. Барханный кот, успешно перешагнувший свой первый годовой рубеж – это уже настоящая гроза для змей. Обладая невероятной скоростью движений, молниеносной реакцией и мощными ползучими гадами пустыни на раз-два. Этот фи... ...словно промокашку. Дело сделано. С вами друзья. Ставьте свои искренние лайки, если видео понравилось. Пишите свои комментарии и пожелания. Подписывайтесь на канал, чтобы снова увидеться. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok